В рубрике Владимир поэтический поэт, руководитель творческой мастерской фестиваля созвездия слова, лауреат престижных литературных премий, мэтр Владимирской поэзии Николай Дмитриевич Лавакин. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с фестиваля, хотя у нас сегодня не так много времени для того, чтобы поговорить о всем вашем творчестве. Она настолько огромная, что это не в рамках одного эфира, но поэзия для нас сегодня отправная точка. У нас с вами тема определилась. Да, фестиваль созвездия слова. А вы тот человек, который вместе с Ириной Колесниковой стоите заодно и притворяете фестиваль в жизни. Как вы считаете, насколько это сложно и вообще сложно работать в тандеме с молодым начинающим поэтом? Всегда начинать, стартовать всегда нелегко. А нам, нашему фестивалю созвездия слова, два годика. Мы только топ-топ делаем первые шаги. И вот первый шаг мы сделали. Вот Ирина Колесникова, она, конечно, умница, молодец. Вот. И мы ее поддержали. И наш союз, который я возглавляю, союз писателей России, и союз российских писателей. Вот. Мы сразу откликнулись на ее предложение. И первый фестиваль был, он состоял из опытных. Выступали опытные профессионалы. Члены союзов писателей. Вот. И так получилось, что он понравился. Во-первых, место какое великолепное, понимаете. Вот, Спасский холм. И вообще вечер был, звезды выглянули. Это август, август, звездопадный август. Вот. И народ пришел. Самое главное ведь, чтобы были зрители. Тогда и выступающий поэт, тогда он вдохновляется у него крыльями. Не руки разводят, а крыльями. Вот. И, ну, я вам скажу, что, в общем-то, выступили Дмитрий Кантов. Ну, не надо, потому что Вадим Забабашкин. Ну, это просто великолепные мастера слова. Вот. Вячеслав Улитин. Вот. Я тоже выступал. Вот. Ну, и многие другие. И, ну, была и молодежь, вот, в студиях, кто занимается. Вот у нас на посиделках, вот, представитель нашим писателям. И пошло. Но он был совершенно безденежный. То есть мы на энтузиазме одном вот выплыли. Ну, вот. А уж вот второй, второй. Здесь уж Ирина здесь поработала перед этим. Она и здесь связала с департаментом культуры. Спасибо большое департаментом культуры, который нас поддержал. И материально, и морально. И, в общем, они поняли, что это для Владимира, который поэтический, который центр духовной и культуры. Вот, конечно, фестиваль такой нужен. Потому что вот есть в Язниках, там есть в Коврове, есть в других местах. Но я уж не говорю Большой Болдина или там Некрасовский российский праздник поэзии. Вот. А у нас не было такого. Получился ли такой тандем молодой поэтической поросли и метров? Вот, я вам скажу. Вначале вот были мы в основном метры. Ну, были, я повторяю, что были и молодые. Но не так уж молодые. И вот Ирина предложила, и все ее поддержали, чтобы это был фестиваль молодых литераторов, начинающих, делающих первые шаги, первые книжки. Даже вот в этот раз из 30 городов приняли участие. Из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. Ну, наши активные владимицы тоже были. И вот был отбор. Тоже отбирали очень опытный Андрей Филинов, вот, который известный поэт, ну, и, конечно, телевидение возглавляет. Вот, он тонкий знаток поэзии. Ну, и другие, которые были под стать, отбирали. Ну, я вот, честно, тоже посмотрел тогда на всех. Все-таки что-то вот, надо что-то внести, новинку какую-то. Потому что, ну, вот, из всех, там, из 30 городов, конечно, можно даже сказать, что он, как бы, межобластной стал, САЗу стал. Но это еще надо, конечно, доказать не одним еще фестивалем. Вот. И нужно, вот, финалистов отобрали, только финалистов. А я бы считал, что нужно быть теориатов. Пусть три места будет, три места. Пусть они будут одинаковые. Вот, как я был в Пятигорске, там, это международные, значит, международные литературные форумы «Золотой Витязь». Но там награждали «Золотой Витязь», «Серебряный» и «Бронзовый». Вот я получил «Бронзовый». Ну, и это вот правильно. Вот, им и больше можно дать выступить. А то вот по одному стиху, ну, по одному стиху не может себя выразить поэт полностью, понимаете. Он даже путается. То или иное, если что, читать ему это нравится, это, и вот он и раздирает его там внутри. Вот. И он выходит. В одном стихе нельзя заявить о себе и определить, чтобы тебя характеризовали, какой ты. Ну, и тем более, ну, в этот раз, второй раз, это был какой-то естественный, вот, тоже очень великолепно прошло, вице-губернатор пришел. То есть, это как бы масштабность повысила, вот. И вот был впервые, ну, введен этот мастерский, вот, опытных. Вот у нас был, значит, Вячеслав Улитин, был, значит, Вадим Забабашкин и был Дмитрий Кантов. Вот все это. И вы тоже. Ну, и я, конечно, его поэт. И здесь мы, в общем, обнаружили, что, вот, ну, я вам просто скажу, общее такое положение, оно условное, но все равно. Поэт проходит три этапа. Первый этап, когда он пишет плохо и просто. Второй этап уже, он сложно пишет, то есть, он и плохо. Ну, а третий этап, это Пушкин. Это когда просто и хорошо, то есть, ну, вот. И потом, конечно, многие, ну, вот, мне понравилось, что вот здесь все-таки был колорит такой вот в каждом стихе, вот, и не только эпитеты, не только глаголом, но образом. Потому что поэзия, это все-таки внезнаваемое. Нужно, как вот в математике, в геометрии нужно доказать. Теорему. Да, ну, только поэтическое. То есть, это образы обязательно должны быть. Через образ мысль свои высказывать надо. Ну, там еще есть много звукопись, там, альтерации, ну, все есть. Ну, вот у этих, вот здесь тоже были, которые просто плохо, но мы их так и не вызвали. А вот второй, это у большинства сейчас второй, то есть, ну, здесь до 30, вот, я вот руководил, вот, посмотрите, у меня был роман «Белохвост». Это студент университета, на филфаке учится у нас здесь, в Владимире. У него 19 лет. Так он такой свободный, расковывали, он прям... Ну, единственное, что я ему посоветовал, чтобы он длинные стихи не писал. Потому что, если честно сказать, что сейчас время короткого стиха. Все куда-то спешат, некогда, понимаете, вот так бегом где-то в троллейбусе, где-то в автобусе, где-то на ходу прочитать. СМС-ки сейчас. То есть, поэтические поэмы, это уже делами научных? Нет, ну, поэмы вообще уже нигде не принимают, ни в одном журнале, ну, нигде, в сборниках тоже не печатают. Только если там, ты свои составляешь, если есть поэмы. Вот. Ну, например, Дима Кантова, у него такие поэмы большие, там, вот. Николай Дмитриевич, а в журнале культурно-просветительском «Клязьма», который вы сглавляете, как главный редактор, вот там насколько вы даете местом молодым дарованиям? Ну, вот смотрите, я там ввел такую, ну, мы, говорит, коллеги, ввели такую рубрику «Восторг души первоначальной». Это даже просто первая публикация, нигде не публикуется. Вот здесь «Восьмиклассница» была опубликована, вот, впервые у нас. Из тридцать пяти, ой, из десятой школы, средней школы, вот. Ульяна такая... Насколько важно для молодого поэта вот такой дебют в печатном виде? Да нет, это все, понимаете? Когда вот печатается уже другая масштабность, мышление, все здесь, это уже он смело, он не боится вот такой красивый лист бумаги испортить, понимаете? Если так, если выразить, можно. И вот это чудо. Нет, а он потом начинает уже по-другому писать. Лучше, вот, то есть это вот стимул, показать себя, себя высказать, это главное для любого автора. У вас огромный опыт сотрудничества со Союзом писателей России, даже принимали участие в делегациях. Насколько вот это поэтическое братье, поэтическая волна сегодня в других регионах также активно продвигает молодых поэтов? Ну, я бываю на этих вот, на Некрасовском, на Пушкинском. Вот на Пушкин, кстати, там очень много внимания молодым уделяется. Там сто человек приглашают, понимаете? Вот там они там четыре дня или три, да, там они в палатках живут, понимаете? То есть, и потом лучшие, вот, лучшие там три-четыре человека, они с нами там потом выступают. Вот там вообще, там, ну, это уже давно все, и там все-таки, конечно, Нижний Новгород, это крупные, крупные там, и уважения крупные. Вот, ну, там прям вот семинары такие проходят, и вот, и там прям в этом песке золотинки они замечают. Активно промывают. Да, да, конечно, да, уже они там, там профессионалы тоже руководят. Ну, у нас хорошие вот мастера, которые вот мастерские свои вот проводили, и все детально, все, каждую строчку, каждый образ там, неточности там, все. Это вот учеба, а это фестиваль, вот, хорошо, что и появляются семинары, мастерские учеба, потому что, ну, бывает, собственно, соку варится, человек и варится. Вот. У нас, вот, например, у меня еще был Олег Пленкин из Вадимира тоже. Я почему подчеркиваю Вадимирович? Потому что он, представляете, вот у него интересно, ему 34 года, да, а он окончил в Санкт-Петербурге юридический институт, да. Потом он окончил здесь, вот, ну, там, изобразительное искусство, вот, наш, наш университет, то есть два у него высших образования, и он стал членом Союза художников. Ну, с детства писал, с детства, и это не прошло, то есть, и вот он опять представил стихи, правда, пока нет у них книг, нет. Ну, понятно, что роман ему 19 лет, вот, это, конечно, белохвост имел в виду, а это 34, уже надо пора, потому что надо все-таки выпускать вовремя первую книжку. Я вообще думаю, что на фестиваль надо приглашать, ну, конечно, исключительно, если там это автор первых книжек, ну, не говоря уж там о двух книжках, тогда будет уровень повыше художественного. — Николай Дмитриевич, а все-таки, если вернуться к творчеству поэта Николая Лалакина, и журнал просветительский, да, и «Союз писателей России», и «Поэтические встречи», и различные премии, участие, помощь Ирины Колесниковой в фестивале «Созвездие слоев», но сегодня что вас больше тревожит как поэта? Какое направление, какой жанр? — Меня тревожит, что наш возраст, наших профессиональных писателей, членов союзов писателей в той или иной, уже у многих превалил за 70, понимаете? — Надо смену растить, поэтому мы вот в следующем году будем, организуем и проведем областное совещание молодых литераторов. Вот в Курске, там есть союз курских литераторов, там есть союз студенческих литераторов, студентов, то есть вот здесь надо тоже, потому что студент, я не знаю, как влюбляется, он же пишет стихи, это сразу первое, это надо влюбиться, или в природу, если уж девушки нет. — Николай Дмитриевич, и к финалу нашего разговора небольшая поэтическая цитата от вас. — Да? — Да. — «Не пришей кобыль и хвост, занимает важный пост». — Ну, это очередные ломашки. — Да, нет, потом, ну, слух много не скажешь, но мыслим не прикажешь. Забьешь гол, будешь не гол, потому что вот нашей сборной, ну, не хватает там и одного гола там и двух. А вот вроде бы одинаково пишется, да, графический гол, но забьешь гол, будешь не гол. — В рубрике «Владимир поэтический» был поэт, которого можно просто разбирать на цитаты и собирать многотомники афоризмов. Это был Николай Валакин, а наш эфир продолжает «Правовая среда». Продолжение следует...